Приветствую вас и вы сейчас прямо вот своим вопросом вскрыли одну из самых главных проблем, которые ставил еще Фрейд, рассматривая конфронтацию двух факторов личностного и социального. То есть борьба индивидуального и общественного, борьба норм и влечений соответственно. И вы знаете, если мы говорим об этом, о том, что вы ставите конфронтацию, то есть вы ставите или-или, то вы здесь всегда заветом проиграете, к сожалению. Время, когда была актуальна конфронтация двух факторов прошел. И сейчас я бы сказал, что вместо нее имеет место быть другая тенденция. Это тенденция к, ну я бы сказал, к конвергенции. В большей степени именно конвергенция, именно сочетание, именно совокупность, именно слияние этих двух моментов. И является основным принципом. Поэтому, что я вам хочу сказать. Значит, ну во-первых, во-первых, нет правильного выбора в том, когда вы пытаетесь решить между этими двумя моментами. Нет правильного выбора, и вот почему. То, что хочется, является правильным и верным, но не всегда. Потому что бывает иногда, что то, что хочется, и то, что является личным, то, что хочется, может и, в принципе, навредить. Их может навредить довольно сильно, вот. Поэтому всегда выбирать то, что хочется, это отношать, стать рабом своих влечений. А человек, раб своих влечений, к сожалению, не является свободным. Ну, это, я надеюсь, понятно, потому что, когда какой-то человек становится рабом, он, соответственно, не может быть свободным. Это, я надеюсь, это, я надеюсь, понятно. Вот. Значит, то, что надо, надо. Ведь необходимость, необходимость чего-либо, она ведь формируется обществу. И как общество формирует эту необходимость, так и нужно отделять одно от другого. Нужно понимать, когда надо, есть что-то хорошее. Нужно отделять одно от другого. И тогда, если вы, если вы сможете отделять вот это, значит, одно от другого, то вы будете находить баланс между этими двумя факторами и будете, значит, как-то находить общий, ну, общий язык между этими двумя, скажущимися совершенно, ну, совершенно, вообще, несовместимыми полюсами. Вот. Смотрите, начинать нужно со следующего. Значит, первое, с чего вы начинаете, это с того, что, значит, с того, чего вы хотите. Хотите. Это первое. Начинать нужно именно с того, с чего вы хотели бы, в первую очередь, для себя. Сами для себя. Это первое и самое важное, что нужно понять. Далее, вы смотрите, как, насколько, значит, это можно реализовать в контексте, значит, того, что надо. Это тоже очень важный момент. Понимаете? Если мы говорим с вами о том, что нам надо, если мы говорим о том, что, в чем мы нуждаемся, я хочу. А как тогда, значит, приходить, как тогда, приходить к тому, чтобы совместить то, что надо и то, что хочу. Только через определенную деятельность, через определенную, ну, через определенное подстраивание, точнее, встраивание себя в общественную жизнь. Вот. И, собственно говоря, мне кажется, что именно в этом ключе вам и нужно, нужно, ну, двигаться в этом ключе вам и нужно, нужно действовать. То есть не константация, как ты, как я уже сказал, не константация двух факторов, о которых вы говорите, а именно стараться их совместить. Именно стараться сделать так, чтобы они, эти два фактора, были все-таки у вас вместе, чтобы они учитывались вами каждый по своему. Понимаете? Понимаете? Вот это, это очень важный момент, о котором, на мой взгляд, очень часто забывают люди, и мне кажется, что вы, ну, вы в данном случае также забыли об этом. И именно из-за того, что вы думаете, что можно сделать только или-или. Вот. У вас также, также есть эта проблема. Нет, еще раз повторю, нет правильного решения, есть только вот выбор и выбор в каждой ситуации, отдельной, в каждой отдельной ситуации. Этот выбор предстоит делать снова и снова, раз за разом. И вопрос заключается в том, хотите ли вы этот выбор делать или нет. То есть, если хотите, то тогда, в зависимости от ситуации, вы будете совершать выбор и тем самым, по сути дела, будете личностью, будете действовать именно так, как вот, ну, как действуют взрослые люди. Я имею в виду, люди, которые осознают себя в этом мире и стараются поступать так, как правильно, так, как нужно, да, и так далее. Либо вы будете искать, по вашему мнению, самый такой оптимальный вариант и, к сожалению, вероятность того, что вы его найдете, она очень маленькая. Опять же, именно по той причине, что правильного выбора, правильного решения в этой, ну, в этой ситуации, да, просто-напросто нет. Поэтому я рекомендовал бы вам подумать все же именно в этом направлении, перестать как-то постоянно, ну, или не постоянно, а вот как вы это делаете, да, перестать, значит, вступать в конфронтацию с вот этими вот двумя факторами. И вместо конфронтации просто-напросто стараться совместить два этих момента, вот, именно для того, чтобы они у вас не постоянно вступали в конфликт. Потому что именно конфликт, именно конфликт сильнее всего изматывает человека. Именно конфликт делает человека слабым, внутренний конфликт доставляет человека тратить огромное количество, огромные ресурсы на то, чтобы в этом конфликте жить. А это, как вы, я надеюсь, понимаете, очень плохо и вредно для человека. Вот, хотя бы потому, что было бы лучше, если бы он, человек, я имею ввиду, эту энергию, которую он тратит на конфликт, если бы он ее использовал для чего-то более конструктивного, для чего-то более такого, ну, для чего-то более правильного, для чего-то более полезного. Вот, и, собственно, именно об этом я и хочу, чтобы вы подумали, именно об этом я хочу, чтобы вы задумались. И именно вот на эту тему я хотел бы, чтобы вы на себя постарались хотя бы решить и прийти к какому-то решению, к какому-то выбору. Потому что по-другому вам будет просто-напросто, ну, очень-очень-очень-очень-очень-очень тяжело. Вот, о том же, почему и как случилось так, что вы, вот, пришли к такому вопросу, о том, как вы оказались перед таким сложным и, я бы сказал, невозможным выбором, я думаю, с вами нужно разговаривать подробно в личной беседе. И только тогда вам можно будет помочь. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались какие-то вопросы, буду рад помочь. Пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok